11 тысяч километров волоконно-оптической кабельной продукции в год. Такова производительность завода, построенного в АТРАУ в рамках программы индустриального развития страны. Предприятие только приступает к работе, но вопрос со сбытом уже решен. В портфеле заказов более чем на 3 миллиарда тенге. Андрей Гиенко несколько лет не мог найти работу. Перебивался случайными заработками. Теперь он вместе с еще 49-ю АТРАУСцами может быть уверен в завтрашнем дне. Мне работа очень нравится. Она очень интересная, при этом постоянная и стабильная. Производить здесь будут волоконно-оптические, иметь содержащий кабель нескольких марок. На первом этапе, работая в эту смену, предприятие будет производить до 5000 километров волоконно-оптического кабеля. На втором этапе, когда работы начнутся в три смены, здесь будут производить уже 11 тысяч километров продукции. Предприятие построено в рамках государственной программы «ФИИР» и оснащено самым современным оборудованием. Мы получили кредит в сумме 483 миллиона тенге в РБК банки. Под 4% годовых это и собственно средств банка. И по дорожной карте бизнеса нам дому возмещает 7% обратно. Это, конечно, большая помощь государству. Раньше регион подобную продукцию импортировал. Завод только приступает к работе, а портфель заказов уже на год вперед. Наша компания уже заключила договор с ТО «Континент» на поставку более 10 тысяч километров кабельной продукции на сумму более 3 миллиардов тенге. А потребность постоянная, она будет возрастать. Я думаю, работа без работы не будет стоять. Как сообщил Акимоблс и Бактакажа из Мухамбета, всего в регионе в рамках программы индустриально-инновационного развития реализуется проект на 1,5 триллиона тенге. До конца года заработают фармацевтический завод, предприятие по выпуску продукции из овечьей шерсти и овощных консервов. Виктор Суцегин, Азельхан Уахитов, АТРАУ, 24КЗ